Что такое климакс? Как это работает? УЗИст делает исследование и говорит, фолликулов не обнаружено. А у мужиков-то есть вообще вот это вот то, что у нас называется климакс? У мужчин снижение уровня тестостерона происходит примерно с 35 лет. И это тоже корректируется? Это тоже корректируется. Помогите ему сбросить вес, и тестостерона станет больше, чем надо. Сейчас в современном обществе климакс очень помолодел. Синдром поликистозных яичников. Это сейчас прям бич молодой части женщин. Почему такой у нас ужас перед гормонами? И насколько он оправдан? Гормонозаместительная терапия, наоборот, способствует тому, что человек не набирает вес. Объясните, что происходит? Человек говорит, я хочу стариться естественно. Я говорю, и зубы не будете делать. Добрый день, дорогие друзья. В эфире новый выпуск «Самопознание». И у меня в гостях сегодня замечательный врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Здравствуйте, Зухра. Рада вас приветствовать в нашей студии. Спасибо большое, что нашли время сюда прийти, потому что понимаю, что вы очень востребованный человек. И для нас это очень ценно. Для начала я хотела бы задать, наверное, общий вопрос, если можно было бы вкратце сказать, что такое эндокринология? Чем вы занимаетесь? Это вот вы, собственно, уже в тайные познания почти Господа Бога, там где-то вы, значит, шуруете с вашими медицинскими знаниями или нет? Юля, я тоже рада вас приветствовать и всех наших слушателей. И, ну так, я с вами согласна, очень-очень похоже на то, что мы занимаемся чем-то таким божественным. Ну, собственно говоря, гормоны – это средство коммуникации всего совсем в организме. Поэтому я всегда говорю, что эндокринолог – это системный врач, это человек, который занимается организмом целиком и полностью. Мы не делим его на этажи, верхний этаж, нижний, еще какой-то внутренний и наружный. У нас все в комплексе. Вот за что бы мы ни взялись – кардиология это или сомнология. Ну, то есть спать хорошо и качественно без баланса гормонов невозможно. И так во всем – гинекология, андрология, урология – все взаимосвязано с гормональной системой. Вот. И у нас же гормоны, они не только действуют там, где они выработались, но абсолютно во всех тканях есть рецепторы ко всем гормонам. Вы говорите, что вы помогаете людям не бояться старости. Помните, как у Пушкина – блажен, кто в молодости молод, блажен, кто вовремя созрел. Мы не можем отвратить старость, но я пытаюсь научить людей избегать немощи. И вот старость – это как раз немощь, беспомощность, а потом уже естественная смерть. Вот очень хочется дойти до своего последнего вздоха на своих ногах с ясной головой, себе в радость и никому не в тягость. Такие примеры в жизни существуют. Часто приводят Окинаву, там много долгожителей. Но удивляет не то, что там много долгожителей, а то, что в большом проценте случаев причину смерти установить не удается. Человек не мучился, он ничем не болел, он был активен до последнего дня, у него не было деменции. Вот просто счетчик остановился, да, есть такое число Хейфлика, сколько клеточка может делиться. Вот счетчик остановился во сне без всяких мучений, и человек ушел благополучно к создателю. Вот это же хороший вариант ухода, с учетом, что мы не можем избежать этой ситуации пока, во всяком случае. До протяжения многих лет ученые самых разных научных специальностей от психологов до математиков пытаются найти ответ. Как в нашем сознании зарождаются стереотипы и предубеждения? Ведь именно они часто ограничивают нас и мешают пробовать что-то новое. Вот, например, один из таких стереотипов. Инвестиции – это слишком сложно, требует фундаментальных знаний и огромных затрат. Альфа-банк предлагает отказаться от этого клише и начать инвестировать уже этой весной. Все, что вам понадобится. Брокерский счет в Альфа-банке и любая денежная сумма от 1000 рублей. Согласитесь, это действительно немного. И чтобы инвестиции не казались непонятными и пугающими, в Альфа-инвестициях помогут во всем разобраться. Подскажут, как начать зарабатывать, что купить и когда продать, чтобы получить доход. Обучение новичков полностью бесплатно. И сам процесс инвестирования тоже понятен и прост. Счет открывается бесплатно и онлайн за три минуты, а своими средствами можно управлять в удобном мобильном приложении Альфа-инвестиции, который можно установить на телефон. Почему начинать лучше именно весной? Все, кто откроет счет для инвестиций до 30 апреля, ждет бонус. Акции в подарок каждый день. Достаточно купить любые бумаги и на любую сумму. Чем раньше начать, тем больше ежедневных подарков можно получить. Подробности, как всегда, в описании к этому ролику. Отбросьте предубеждения и стереотипы. Начните инвестировать с Альфа-инвестициями. Ну, давайте тогда коснемся самой главной темы, которую я сегодня хотела бы с вами обсудить. Это великий ужасный климакс, потому что тема, мне кажется, очень табуированная в нашем обществе. Они, мне кажется, говорят вообще даже меньше, чем о сексе, который, как выяснилось, при всей свободе тоже очень табуирован. Табуирован, внутренние люди боятся об этом рассуждать. Я в этой студии разговаривала с сексологом, психологом-псексологом как раз на эту тему. Вот как вам кажется, о климаксе так редко и мало говорят? Потому что это что-то вроде, так сказать, почти что смерть? Или потому что это просто мало чего знаем? Ну, возможно, да. Посмотрите, какое количество женщин. В Бразилии, по-моему, какой-то конкурс бабушек существует таких. И там женщины за 50. У многих из них точно есть климакс, но они выглядят настолько замечательно. Они активные, они хотят в этих конкурсах участвовать. У них действительно уже внуки есть. Это женщины, которые дадут фору молодым. Вот это говорит о том, что... Знаете, есть у нас такая пословица. Вторая молодость приходит к тому, кто первую сберег. Вот действительно и после климакса жизнь существует. И она может быть очень активной. И я бы даже сказала, что женщина себе в это время может позволить значительно больше. Потому что когда у нее детки маленькие, она все-таки во многом ограничена. Когда дети выросли, они уже заняты сами с собой. У нее есть опыт, у нее есть уже какие-то заработанные материальные блага. И появляется свободное время. Почему бы не позволить себе все то, чего она не могла себе позволить раньше? Почему табуирует? Потому что может быть даже не столько какие-то отсутствия знаний, как есть еще ментальные особенности. Вот не очень принято говорить ни о цикле женском. Не очень принято говорить о том, что что-то закончилось. Ты как будто бы выпадаешь в тираж. Ну вот мне и так и кажется, что может быть женщина чувствует, что с потерей фертильности, с потерей возможности рожать детей, она становится как будто бы не до женщины. Вы с этим сталкиваетесь в своей работе? Да, это ментальная особенность. Это у нас вот так вот принято воспринимать. Но мне кажется, меняется эта ситуация, потому что женщины сейчас социально очень активны. У них, слава тебе Господи, много прав и много возможностей. И эта ситуация все равно меняется. Может быть, это еще и с тем связано, хочу вас узнать, так это или нет, что как будто бы о женском климаксе, но все-таки мы там что-то знаем, слышали шепотом друг с другом, может быть, кто-то с женщиной обменивается и так далее. Но о вот мужской форме увядания мы практически ничего не знаем. И даже до конца, я думаю, не осознаем. А у мужиков-то есть вообще вот это вот то, что у нас называется климакс? А как это называется? Или они так вот до конца своих дней так и остаются вечными женихами и с потенциалом становиться отцами чуть ли не в 80 и так далее? Что скажете на этот счет? Ну, есть такое понятие андропауза, то есть андрос греческого мужской, мужская аминопауза своего рода такая, но немножечко отличаются мужское, скажем так, старение или взросление, скажем так, и женское. У мужчин снижение уровня тестостерона происходит примерно с 35 лет, а у женщин это все-таки за 40, 5 и плюс 50. Но все-таки это немножечко похоже на такой вот обрыв. Была менструация, нет менструации, все, цикл закончился. Хотя, конечно же, она не прекращается в один день у большинства людей. Это нарушение цикла, он становится более таким растянутым, обильность меняется и так далее и тому подобное. У мужчин это более незаметно. Это постепенное снижение уровня синтеза гормонов, андрогенов. И, к сожалению, сейчас происходит такая, ну скажем, неестественная ситуация, потому что мужчины точно так же прогрессивно толстеют, как и женщины. И есть такая особенность у организма. В жировых клетках, особенно в большом таком объеме жировой ткани, мужской гормон, условно мужской, тестостерон превращается в эстрадиол, условно женский. И если вы обратите внимание, если у мужчины есть лишний вес, это не только большой живот, это еще и грудь, такая хорошо развитая, и бока, и так называемое перераспределение жировой ткани по женскому типу. Вот здесь вот можно увидеть значительно более рано снижение уровня тестостерона, чем это должно быть, чем запрограммировано в природе. Потому что вы правильно сказали, Юля, что когда мужчина может там и 80 родить, да, может, если он здоров. А ожирение – это болезнь. И особенно она вредна для мужчин. Это поняли. Мужчины, если смотрят на нас, я думаю, сейчас особенно на заметку взяли, усиленно побежали в спортивные залы, сбрасывая свои килограммы, понимая, что они и в 80 могут стать отцами. А у женщин – увы. Увы, да. Давайте все-таки немножко займемся таким элементарным просветительством. Значит, что такое климакс? Вот просто разберемся с этим. Есть ограниченное количество яйцеклеток, которые могут быть выработаны в организме у каждой женщины, у каждой свой набор. Примерно полмиллиона. От 400 до 500 тысяч этих самых клеток на всю жизнь. Правильно я понимаю, что климакс наступает тогда, когда выработано все яйцеклетки? Да, яйцеклеток не осталось. УЗИст делает исследование и говорит, фолликулов не обнаружено. Поэтому и даже если женщина говорит, ой, а у меня еще продолжается менструация, он говорит, ну, значит, они вот-вот закончатся. Фолликулов нет, больше нечему созревать, и нечего будет образовываться в матке, никаких циклов больше не будет. От того, когда они заканчиваются, зависит это тоже нежелание женщины, ни количество половых партнеров, которые у нее были, ни количество рожденных детей на это не влияет. Занимаемся элементарным просветительством, потому что, мне кажется, многие женщины просто даже не понимают, ну, как это работает. Да, на это влияют некоторые факторы. Например, курение крайне негативно сказывается на ткани яичников, и вот это может повлиять к сокращению менструального цикла периода. Алкоголизм, тяжелый труд физический. И часто женщины говорят, приходя на прием к гинекологу, у меня нарушился цикл на фоне стресса. Да, так часто бывает, потому что гормоны стресса – это наиболее такие влиятельные гормоны, и они могут подавить действия других гормонов, в том числе и тестостероны, или эстрадиола, тот же кортизол. Это такой товарищ, который дирижирует всей нашей системой, и в том числе эндокринной в частности. Ну вот хорошо, разобрались мы, закончились фолликулы, все, наступил климакс по медицинским показателям. Мы понимаем, что это и называется менопауза. Казалось бы, значит, можно сказать, ну хорошо, детей больше быть не может, но жизнь продолжается, и социально активно, все прекрасно. Но меж тем это не так. Не совсем. Не у всех. Объясните, что происходит? Значит, меняется как-то гормональный фон. Вот это начинается, загадочное слово «гормоны». Такое же страшное и ужасное, как и слово «климакс», потому что непонятно, как к этому относиться большинству, мне кажется. То ли это что-то ужасающее, то ли это то, что нам необходимо. Ну, короче, давайте вот в этом разбираться. Ну, ужасает это, наверное, потому что часто климактерический период связан с плохим самочувствием. И это самочувствие, оно не просто там… Когда болит голова, ведь никто не знает, пока ты сам не скажешь. Ну, еще, может быть, по виду, да, понятно, что с человеком что-то не то. Ну, нет никаких признаков. А вот представьте себе социально такая активная женщина. Женщина-руководитель, например. Она сидит на совещании, на нее смотрит большое количество ее сотрудников. И вдруг она вся покрывается потом, с нее просто градом течет эта вода. Ей плохо, ей нечем дышать. Она вся красная или идет пятнами. И ей не до доклада ее подчиненных. Она просто перестает думать, потому что ей плохо. Ну, это те самые знаменитые приливы, которые мы больше всего, наверное, и наслышаны про период монопаузы. Да. А есть еще и очень серьезные изменения эмоционального фона. Такие женщины часто начинают ощущать такое состояние депрессивное. Давайте определим для начала просто, что это происходит, потому что меняется гормональный фон. Да. И это исправимо. Это исправимо в большинстве случаев. Так ли, давайте просто перечислим. Какие признаки климакса, на которые, может быть, женщины не обращают внимания, а стоило бы? Изменение эмоционального фона, бесконтрольная раздражительность. Изменение внешнего вида. Кожа становится такой менее эластичной. Она более сухая. Она больше подвержена вот этим изменениям, морщинкам. Вот. Она сама по себе тонкая становится. И на ней могут появляться различные такие изменения цветовой окраски. Пятнышки. Их называют кератомы. Да. Еще часто говорят старческие пятна. Да. Вот. Еще очень такой важный признак, который сложно оценить объективно. Ну, если не прийти к врачу, врач определит. А субъективно выносливость уменьшается. Уже не может пройти столько, сколько проходило. Это связано с тем, что происходит замещение мышечной ткани жировой. Большинство женщин скажут, ну, конечно, я не могу пройти столько, сколько я раньше ходила. Ну, так я молодая была, а теперь я вот постарела. Это норма, типа скажут они. Это не норма. Это не норма. Это тоже можно предотвращать. В том числе даже простыми средствами. Просто они иногда кажутся какими-то не очень эффективными. По поводу костного состава. У нас меняется минеральная плотность костной ткани. Это, конечно, происходит уже в постменопаузе чаще всего. Но в зависимости от исходных данных это может происходить значительно раньше. Если женщина курит, если женщина очень субтильная, у нее мало жировой ткани, даже той, которой нужно, неправильно питается и физически не очень активно. И тогда вот минеральная плотность костной ткани у нее изменится прямо в ранней менопаузе. Яркие признаки волос и ногти. Это тоже может измениться. Что? Выпадают волос? Они больше выпадают. Или они начинают расти не там, где должны. Вот мы же часто видим пожилых женщин с волосами на лице. Причем достаточно такими бывают заметными. Или где-то могут расти еще на теле, где их раньше не было. Это нарушение баланса между андрогенами и эстрогенами. И это тоже корректируется? Это тоже корректируется. Как думают большинство женщин в нашем обществе? Вот бабки наши жили, рожали, по 15 человек, значит, про бабки. И ничего, и никаких лекарств не пили, и ничего себе, нормально себя чувствовали. И дальше при слове «гормоны» большинство женщин, значит, да, просто встают на дыбы и говорят «ни в коем случае». То есть, как я понимаю, у нас есть прям конкретно в нашем обществе фобия гормонов. И то, что я прочитала вот в вашей прекрасной книжке, что у нас заместительную гормональную терапию используют 3,4% женщин, а в странах Западной Европы от 20 до 55% женщин, а в США от 28 до 71% женщин. Могу ли я утверждать, например, что наше такое восхищение, которое мы раньше испытывали по поводу, скажем, голливудских звезд, скажет, так прекрасно выглядит, что тут вопрос не только в пластике, которую мы констатируем, сколько, наверное, в том, что они очень хорошо знакомы с эндокринологией и именно с гормонозаместительной терапией. Да, чуть есть не бывает, когда мы, помните, в интернете гуляли ролики, когда сравнивали Мадонну с мурановскими бабушками. Там одна из этих бабушек – ровесница Мадонны. И выглядят они, конечно, совершенно несравнимо. И это не значит, что у Мадонны какие-то особенные, там какой-то код генетически особенный, генетика замечательная, всё может быть, но то, что она прибегает к пластической хирургии, тоже понятно. Но гормонозаместительная терапия там совершенно точно присутствует, потому что такой уровень физической активности, когда посмотришь на её концерты, понятно, что она тренированная очень, но кроме тренированности должна быть хорошая гормонозаместительная терапия, такая многофакторная. И вот тогда человек вот в таком возрасте сохраняет такие функции. Но я главным образом думаю про то, как он ещё и выглядит. То есть вы сейчас обращаете внимание на то, что она там мощно двигается. Я не знаю, это вот недавно исполнилось 60 лет Брэду Питта, все на него смотрели, говорили, боже, какой красавец, значит, практически такой уже, как в юности, а вроде никаких пластических операций не делал. Гормонозаместительная терапия, конечно. Она творит чудеса. Да, она действительно творит чудеса. Человек, знаете, как будто время остановилось. И ведь дело не только в работоспособности, и во внешнем виде ещё ментальная есть функция, которая тоже очень сильно старится прогрессивно, если человек не на гормонозаместительной терапии. Почему такой у нас ужас перед гормонами? И насколько он оправдан? И почему? Ну, короче говоря, вот такой вопрос. Потому что первые, скажем так, варианты гормонозаместительной терапии, ну, как обычно, всё первое, оно всё-таки имеет много различных проблем. Побочных эффектов? Побочных эффектов недоисследовано, недопонято, не вовремя использовались средства, которые могли профилактировать эти побочные эффекты. Чем дальше, тем всё более безопасно. И самое главное, много вариантов. Ты можешь каждому человеку подобрать в зависимости от его особенностей. А этих особенностей огромное количество. Мы не производимся на каком-то конвейере, да? У нас у всех очень много особенностей. Главное, как я понимаю, фобия гормонотерапии – это абсолютно убеждённость, что гормоны практически знак равенства онкологических заболеваний. Так и есть? Так и нет. Но я имею в виду, наблюдаете ли вы этот страх? Конечно, 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 однозначно. И если есть показания для назначения гормонозаместительной терапии, но женщина боится, я не буду этого делать. Потому что на одних ожиданиях с ней может случиться всё, что угодно. Наша голова способна разрушить самое сильное и здоровое тело. Это правда. В принципе, гормональная терапия, насколько серьёзен риск онкологии? Вот я всегда говорю в таких ситуациях, если взять 100% людей, которые столкнулись с онкологией, допустим, рак молочной железы, женщин, из них, наверное, 99,9 – это те женщины, которые никогда не использовали никакой гормонозаместительной терапии. И даже никаких контрацептивов не было. Но если у женщины есть наследственность по ракам гормонозависимым, эстрогенозависимым, допустим, рак матки у мамы или рак молочной железы у сестры, то не нужно такой женщине назначать гормонозаместительную терапию. Время тихой радости, время неторопливых, глубоких, золотых мыслей – так описывал утро лауреат Нобелевской премии писатель Джон Стейнбек. Лучшее дополнение к такому началу дня – чашечка ароматного кофе. Особенно приятно, когда за ним не нужно никуда идти. Ведь с кофемашиной Polaris IQ Home вкусный кофе будет радовать вас каждое утро на вашей собственной кухне. В модели уже предустановлены автоматические программы для создания разных видов кофе. Эспрессо, ристретто, картадо – любители крепкого кофе будут в восторге от их бодрящего вкуса. Благодаря помпе итальянского производства с давлением в 20 бар, кофемашина позволяет сварить насыщенный напиток с превосходной кофейной пенкой. А любители капучино или латте, к которым отношусь и я, оценят систему вспенивания молока «Профи Крим», который позволяет порадовать себя чашечкой кофе с молоком нежнейшей кремообразной консистенцией. Выбирайте любимый кофе на удобном сенсорном дисплее и готовьте его одним нажатием. А если захочется немного изменить напиток, например, сделать его более горячим или менее крепким, каждый параметр можно настроить под себя. Управлять машиной можно удаленно со смартфона или при помощи голосовых помощников. И еще одно преимущество – можно приготовить сразу два напитка одновременно, если хочется разделить свое утро с кем-нибудь еще. Приобрести кофемашину «Поларис» тоже легко по ссылке в описании к этому ролику. Наслаждайтесь каждым утром с кофемашиной «Поларис». Давайте коснемся тогда вот чего. А почему некоторые гинекологи и эндокринологи, хотя, казалось бы, области между собой максимально взаимосвязанные, входят в конфронтацию между собой? Почему гинекологи отнюдь не всегда рекомендуют, скажем, гормонозаместительную терапию? И вообще вот эта гормонофобия, мне кажется, есть и среди врачей, а не только среди обывателей. Есть такое. Медицина, с одной стороны, хорошо, что это люди, а с другой стороны, плохо, потому что у каждого человека есть свои убеждения. Почему я, собственно говоря, за то, что эндокринологи могут назначить гормонозаместительную терапию, желательно во взаимодействии с гинекологом? У всех моих пациентов есть мой телефон. Я всегда говорю, я не могу отменить какое-то назначение другого врача, дайте, пожалуйста, мой телефон вашему гинекологу или дайте мне его телефон, я позвоню, и мы, так сказать, свои действия обозначим, и они будут совместные, обоснованные и так далее. Поэтому вот у нас, когда мы назначаем гормонозаместительную терапию, мы понимаем, как это подействует не только на матку и на молочные железы, но и на мозг, и на настроение, в смысле на органический мозг и на ментально, на настроение человека, на кости, на кожу, на всё, на мочевыводящие пути. Поэтому у нас такой вот… Комплексный подход. Комплексное, да, мышление и подход. И замечательно, когда врачи не противодействуют друг другу, как бы, знаете, перетягивая пациента, да, а наоборот в содружестве. Чего делить? Ну, зато вот из всего того, что вы сказали, можно сделать вывод, что вот тот, чем занимается область эндокринологии, в частности, гормонозаместительная терапия, это не тот случай, не те таблетки, которые покупаются, условно говоря, в аптеке, и если подружка пьёт, то и мне надо пить. Вот это нам надо избежать такой возможности, обязательно это объяснить, что это как раз крайне индивидуальные препараты, которые назначаются исключительно на основании различных исследований конкретного человека. Мало того, ты, назначив, казалось бы, абсолютно подходящую схему терапии, можешь убедиться, что у данного конкретного пациента она не работает, или работает не так, как ты ждёшь, или больше побочных эффектов, чем пользы. И ты будешь отменять и искать другие варианты. Поэтому ни в коем случае, я вообще не понимаю, как это безумие отвага взять гормонозаместительную терапию кого-то, даже каких-то близких родственников, и применить к себе. Я думаю, потому что люди не до конца понимают, собственно говоря, с чем имеют дело. А перед тем, как применять гормонозаместительную терапию, надо же провести очень много анализов. Анализы стоят денег. И, наверное, есть такая бытовая идея, что ну а чё, как бы у подружки, или у соседки, или у сестры, ну то же самое, что у меня. Ну а чё я буду там тратить деньги? Как бы возьму её таблетки, как бы пойду куплю в аптеке, да и попринимаю. Не дай бог. Вот это как раз и может породить самые различные, довольно серьёзные, опасные последствия. Или гормонозаместительная терапия – это ещё терапия для очень дисциплинированных людей. Ты должен регулярно проходить осмотр. Ты должен, особенно первое время, пока доктор понимает, как работает эта терапия в твоём конкретном организме. И если вдруг что-то не так, а ты пришёл через пять лет, все претензии, что называется, к самому себе. Есть ли какие-то временные промежутки, когда можно начать её? Потому что я слышала разные версии, что типа если ты какое-то время упускаешь, то уже тогда и как-то сама приспосабливаешься к этому. Терапевтическое окно. Вот если человек прожил много лет после наступления менопаузы, и вдруг ему показалось, что сейчас самое время, может быть уже поздно, потому что вот эти рецепторы, они уже неактивны. Идеально, конечно, в течение года после наступления менопаузы. То есть промежуток, о котором мы говорим, сколько? Плюс-минус два года. Плюс-минус два года. Вот тогда это будет максимально эффективно. Плюс-минус два года – это окончание менструального цикла или как? То есть есть такое понятие пременопаузы. Это когда начались изменения в цикле. Они могут быть за два примерно года начаться. И ещё после того, как последняя менструация была, всё уже понятно, прошёл год, больше ничего не было, но вот ещё есть целый год, чтобы что-то здесь изменить. Опять же, по показаниям. Есть люди, которые говорят, я так себя хорошо чувствую, мне ничего не нужно. Да, действительно, никаких оснований лезть со своим желанием назначить гормонозаместительную терапию. Нет, никакой необходимости. От чего это зависит, мы тоже не знаем. Тайна сия велика есть. Это вот зависит в большей степени от того, насколько активны вот эти самые рецепторы. И как резко снизился синтез этих гормонов. Потому что он может снижаться постепенно, и постепенно уходит вот эта активность и чувствительность рецепторов. А если это происходит более резко, и исходно женщины, как правило, такие женщины, мы так их называем, эстрогеновые, с большой грудью, с очень красивой кожей, вот у них этих эстрогенов много, и много рецепторов. И когда резко уходит их количество, вот они больше всего испытывают вот этих вот признаков проявлений, тяжёлых проявлений климактерического синдрома. А у меня вот ещё один такой вопрос. Вот есть позиция такая, не знаю, насколько она гуманная, а может быть, есть такие выносливые женщины, которые говорят, вот нет, ни за что, вот что бы ни было, никаких вмешательств, вот хочу всё природно пережить. Вот сколько может длиться, так сказать, вот это самое сложное время, переходное для женщины? К сожалению, до десятилетия даже встречаются такие люди, и, естественно, никто так долго не может без последствий испытывать эти тяжёлые проявления. И есть ситуации, когда люди оказываются в стационарах неврологических или даже психиатрических, потому что это приводит и к таким тяжёлым последствиям, срывам тяжёлым, и потом, естественно, человек уже будет под наблюдением неврологов или психотерапевтов, и будет получать соответствующую терапию, потому что... Уже не только... Да, уже ментальные будут особенности. Я в таких ситуациях обычно говорю, когда человек говорит, я хочу устариться, естественно, я говорю, и зубы не будете делать. Да. И какие-то другие, да, там, проявления есть у нас, там, не знаю, замена суставов, очень часто происходит вот эта проблема. Ничего не будете делать. Ну вот и тут человек задумывается. Опять же, никому нельзя ничего навязывать. Если есть показания, ты объясняешь человеку, чем это чревато, почему нужно так регулярно обследоваться, на это нужно потратить время, деньги и так далее. Если человек говорит, знаете, я не готов, тогда я говорю, чтобы вы легче себя чувствовали, есть вот такие-то варианты фитотерапии. Здесь не такой контроль, и нет никаких особенных там опасностей, мы ничего такого не ждём. Потому что гормонозаместительная терапия, это ещё, ну, все как-то больше про онкологию, это ещё сердечно-сосудистые проявления, потому что повышается риск тромбозов. И если ты, опять же, недообследовал пациента и не знаешь, что у него есть такая предрасположенность, у женщины, допустим, варикозная болезнь вен, опять же, если это ещё сочетается с курением, то риски повышаются в разы, то вот такие проявления, они могут развиться значительно раньше и чаще, чем то, что все как бы оговаривают. Так вот, есть достаточно эффективные препараты из разряда фито препаратов, которые хорошо помогают уменьшить вот эти вот проявления, и качество жизни у человека нормализуется. И здесь тоже очень много таких интересных нюансов. Наши с вами бабушки или знакомые говорят, химию никогда. Вот травки, да, пожалуйста, это безопасно. Я всегда говорю, аспирин – это экстракт травы и ивы. Очень многие лекарственные препараты основаны на каких-то веществах из природных там средств. Так вот, фитотерапия отличается тем, что она тоже садится на те же самые рецепторы, но в отличие от гормонов не будет комплекса и не будет специфических реакций, да, от взаимодействия гормона. Но закрытые рецепторы не будут так сильно сигнализировать и улучшить качество жизни женщины. Вот, мало того, фитотерапия ещё отличается тем, что она блокирует рецепторы, которые способствуют развитию онкозаболеваний и, наоборот, стимулирует те рецепторы эстрогеновые, которые защищают нас от онкологии. В природе же вот всё вот так. На любое действие есть противодействие. Верно ли я понимаю, что фито-препараты всё-таки, вот тут народная молва про справедливо, они безопасны, то есть они не вызовут у тебя никогда, скажем, никаких побочных явлений, о которых мы можем опасаться при гормонотерапии заместительной? Не все. Всё равно не все? Не все. Есть препараты, которые действительно заслужили репутацию безопасных абсолютно. Это из разряда сложные названия эпигалокатахингалатов или эндолтрикарбинола. Это вот такие химические названия. Группы – это не какие-то названия лекарств. А препараты на основе изофлавоноидов сои вызывают разные мнения, пока до конца не ясны. И действительно, это наиболее, скажем так, активные вещества, которые правда могут действовать и так, и иначе. Поэтому пока консенсуса нет. То есть травки тоже вполне себе могут быть… Да, травки иногда бывают такими эффективными, что подумаешь ещё. Могут ли их сами себе женщины, условно говоря, назначить? Мол, мне это всё равно хуже не сделает, вот попью. Я бы, знаете, как ответила на это. Вот на Боинге летать страшно, а на маленьком самолёте вроде как ничего особенного. Ни на чём не надо летать самому, надо идти к специалисту. Любая терапия, безопасная, относительно безопасная или опасная, она назначается врачом. Давайте коснёмся вот какой темы. Я слышала, и, может быть, вы меня подтвердите или опровергните. Есть такое соображение, что сейчас в современном обществе, на всей планете Земля, климакс очень помолодел. Так ли это? Вот сейчас прям коротенько о мужчинах, потому что то, о чём я сказала, у нас 2 миллиарда человек с избыточной массой тела, и очень много из них это мужчин. Например, по данным ВОЗ, около 33% мужчин в нашей стране к 30-му году будут иметь ожирение. Вот у этих мужчин будет диагностирован андрогенный дефицит. Не совсем, как бы это сказать, он не истинный. У них вырабатывается много тестостерона, просто он в жировой ткани конвертируется в эстрадиол. И таким мужчинам нельзя назначать гормонозаместительную терапию, хотя по стандартам, по показаниям, есть дефицит гормона, ты обязан его компенсировать. Не обязан. Ты обязан помочь человеку. Вот, например, климактерический синдром имеет яркие признаки. Да, вот мы только что с вами проговорили. А у мужчин, когда у них дефицит тестостерона, ярких признаков-то нет. Он может пожаловаться на плохое самочувствие, на раздражительность, на апатию, не знаю, на снижение количества сексуальных мыслей. Но это может быть причиной вообще чего угодно. Или знаете, как я когда читаю лекции в ФФМ про андрогенный дефицит, у меня начинается лекция с мультика, просто квашина. Там кот сидит, поёт песню, а я всё чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил, а моряхы не мечтают, телевизор мне свободу заменил. Я говорю, как вы думаете, какое заболевание или какой синдром у кота? И там сколько угодно различных версий, а у кота андрогенный дефицит. И действительно, опять же, та же женщина может сказать, знаете, муж так изменился, даже на рыбалку не хочет, он всё время в телевизоре, его не поднять, он с пивом, с чипсами и ещё с чем-то таким, он растал с тела, он стал какой-то склочный. Но это опять же андрогенный дефицит или гипотириоз, недостаток гормонов щитовидной железы, тоже примерно такая же будет картина. И вот здесь ты вынужден разбираться более детально, потому что всё крайне неспецифично. И опять же, сейчас такое, на мой взгляд, такая беда у нас с мужчинами, потому что дефицит тестостерона, когда у нас определяют только уровень тестостерона, вообще не говорит о том, что у мужчины истинный дефицит. Особенно, знаете, когда перед вами вот такой вот шкаф с такими плечами, хорошей бородой, мышечной такой, и у него дефицит тестостерона. Ему тут же назначают тестостеронозаместительную терапию. Иногда ещё в 34 года, кстати, вот прям это из моей практики, большими буквами напишут «пожизненно». Хочется спросить, за что вы так наказываете человека? Почему он пожизненно должен быть на гормонозаместительной терапии в 34 года? Мало того, что у него детей может больше никогда не быть, потому что у 5% мужчин это необратимые последствия в отношении сперматогенеза. Так у него, собственно говоря, своего вырабатывается много. Помогите ему сбросить вес, и тестостерона станет больше, чем надо. Он ещё там горы свернёт и, не знаю, каких-нибудь подвигов нас совершает, кроме того, что детей родит и их вырастет. То есть ожирение влияет на… Ещё как. Потому что… Вот смотрите, опять, что касается такого явления, как синдром поликистозных яичников. Это сейчас прям бич самой настоящей молодой части женщин. Раньше это был такой эксклюзив, а сейчас этого много. Он развивается именно в большей части потому, что меняется чувствительность тканей к инсулину. А это обязательно происходит при избыточной жировой ткани. То есть мы слишком много едим, и поэтому… И мало двигаемся. Мало двигаемся. Набираемся этот жир. Этот жир воспаляется. Вот представьте, никому это не было долго понятно, что избыточно разветая жировая ткань, организм, пытаясь от неё избавиться, он её воспаляет. У нас нет температуры, ничего не течёт. Да нет ярких признаков, как при гриппе. А в организме кипит это воспаление. И в этом воспалении это как котёл, в котором варится вот такая субстанция, и цитокины их так называют. Это факторы воспаления, которые в том числе делают наши ткани нечувствительными к инсулину. А в яичниках на этом фоне становится очень много рецепторов к гормону, который вырабатывается в голове ФСГ, и за счёт этого растут огромным количеством яйцеклетки, фолликулы. Их не должно было быть так много. И у женщины огромное количество андрогенов, они покрываются волосами, иногда с головы до ног, а на голове эти волосы выпадают. Угри, сальная такая кожа, жуткие такие мучения, да, социально просто невозможно жить с этим делом, и ещё больше растёт вес. И таким женщинам раньше давали только контрацептивы в лечебных целях, чтобы подавить эти андрогены. Когда сейчас стал понятен патогенез, ну то есть механизм развития, во всём мире меняется схема лечения таких женщин, но самое главное таким женщинам, у которых есть лишняя масса тела, избавиться от лишней массы тела жировой. И тогда все эти функции практически сами собой встанут на свои места, чаще всего при помощи определённых лекарственных средств и правильном таком подходе, что называется борьба с причиной, да, а не со следствиями. И вот так можно женщину не только спасти от тяжёлых проявлений поликистоза, но ещё в будущем спасти её вот это вот самое качественное долголетие. Иначе, оставшись без запаса яичникова, она рано столкнётся с менопаузой, а менопауза вот без всякой поддержки – это совсем некачественная жизнь. Это не то, что не до внуков, не до себя человек. Что такое… Всё-таки вот сегодня мы часто сталкиваемся с тем, что женщина может, мы слышим это, читаем, рожает даже там за 50, и в 55, и в 60, и мы говорим, наука продвинулась. А теоретически у этой женщины уже, ну, по всем параметрам должна была наступить менопауза. Что это значит, что она может родить? Это значит, что мы научились искусственно разгонять снова всю эту систему? Скорее всего, в большинстве случаев, это донорские яйцеклетки, потому что просто своих нет. Были японские работы, такие немножко хайтыковские, назовём их так, это не серьёзные протоколы каких-то серьёзных учреждений, а такие, ну, научно-любительские, где они подсаживали стволовые клетки в яичники женщин в постменопаузе и демонстрировали появление своих собственных яйцеклеток. Ну, это вообще не очень безопасная история со стволовыми клетками, здесь больше непонятного, чем понятного. И если у женщины складывается ситуация, когда ей вот кровь из носа хочется иметь своего ребёнка собственного, то чаще всего это всё-таки донорские яйцеклетки. То есть ничего может по-прежнему раскрутить обратный механизм, чтобы появились яйцеклетки. Наука не способна, способна сделать так, чтобы женщина выносила этого ребёнка. Чаще всего так. Но яйцеклетки, если они закончились, то они, увы, закончились. Вы знаете, бывает эксклюзив, когда женщина в 52 года родила, случайно забеременела, что называется, уже никто не ждал, вроде бы как и менструации были крайне нерегулярные, но такое очень редко случается. Чаще всего человек не хочет, чтобы обсуждали эту проблему, особенно если это публичный человек. И женщина будет говорить, что это её яйцеклетки или замороженные раньше. Кстати, такое тоже бывает. Женщины замораживают яйцеклетки и потом по мере необходимости их используют. Или это донорские яйцеклетки, но кому какое, собственно говоря, дело. Вот родился этот ребёнок, его воспитывают, и слава Богу, на одного счастливого ребёнка будет больше, потому что он желанный. Есть ли какое-то ограничение, условно говоря, гормоны, можно принимать вот столько-то, столько-то, а потом, конечно, всё, надо слезать с этого дела, потому что тоже ресурс же человеческий не бесконечен. Сколько времени ты можешь, значит, сохранять молодость кожи, волос, костей и так далее, и так далее? Вот у нас раньше бытовало то, о чём вы говорили, что 5 лет попринимал короносместительную терапию и хватит. С чем это было связано? С чем? С тем, что были исследования, которые ограничивались определённым сроком. А дальше никто не знал, а что будет дальше? Через 6-7 лет. Потом появились исследования через 10 лет непрерывного приёма этих препаратов, тех или иных. Потом ещё больше. Но если человек не следит за наукой, то он и ограничится этими 5-ю годами, потому что больше он ничего про это не услышал. И будет говорить, всё, 5 лет попринимали, теперь каникулы. Но у нас же в организме не происходит каникул. Каникул нету, да, только хотел сказать. Поэтому единственное, что нужно, это вовремя, регулярно приходить на осмотр, проходить обследование и понимать, всё хорошо функционирует или что-то нужно менять. Потому что наш организм, он не застывает во времени. В нём происходят изменения. Ну, то есть, как бы это тоже такая важная заметка на полях, что и перед прописыванием этих гормонозаместительной терапии, и она очень индивидуальная, ты сдаёшь кучу анализов. Но фактически ты, если идёшь по этому пути, то будь готов к тому, что ты сдаёшь почти всё время анализы или приходишь на эти осмотры для того, чтобы доктор сверял как бы все твои параметры. Это вот может напугать людей. Космос полетел практически. Вот эта вот куча, она может напугать. Там нет ничего критичного. Там не 150… Вот знаете, когда ко мне приходят биохакеры, я однажды насчитала, 150 параметров они сдают за раз в анализах крови. И даже не знаю, кто… Как часто? Кто берёт… А, там нет предела совершенства. Кто берёт столько крови-то сразу, я бы так подстереглась. Вот. Вот там, да, действительно куча. А здесь нет ничего лишнего. Обязательно сдают когулограмму, оценить свёртывающую активность организма крови, свёртывающую активность. Обязательно посмотрят гормоны, биохимические анализы, состояние печени и других каких-то органов, общий анализ крови и так далее. То есть их не так много, но обязательно нужно пройти исследование УЗИ молочных желёз, это вообще сам Бог велел каждый год, УЗИ малого таза, матка-яичники. И в зависимости от того, что ещё увидел доктор по клиническим признакам пациента, он ещё может назначить УЗИ печени и какие-то другие, УЗИ сосудов ног, если вот явные признаки варикозной болезни. Вот. И обследовав, поняв, что можно и нужно, человеку назначили гормонозаместительную терапию, его попросят первый год сдавать анализы каждый квартал, это только первый год, а потом это будет раз в год, когда понятно, что всё безопасно, что подобрана правильная терапия, что она несёт пользу и не несёт никаких негативных событий, потом раз в год, как это и положено, приходить и проводить обследование. У всех есть машины. Мы же значительно чаще возим свои машины на ТО. Почему к себе-то относимся менее трепетно? Давайте ещё вот один миф последний раз с вами коснёмся, потому что он тоже такой. Вот на одной чаше весов, мне кажется, лежит вот этот вот страх онкологии, а на другой чаше весов лежит страх того, что гормоны, это значит, меня разнесёт. Я опять же привожу в пример. У меня есть такие картинки на лекциях мужчин и женщины от 5 до 80 лет. И как меняется количество жировой ткани. Вот минимальное количество жировой ткани у мужчин и у женщин в возрасте от 15 до 25 лет. В том возрасте, когда у нас пик гормонов, у нас меньше всего жировой ткани. Во всяком случае, так было ещё совсем недавно. Сейчас стирается. И именно избыток этого жира нарушает баланс гормонов. Но если первые препараты из класса гормонозаместительной терапии, некоторые из них обладали такими способностями, не у всех, но случалось. И не всегда это был набор веса за счёт жировой ткани, но ещё и за счёт застоя жидкости. Можно услышать от женщин, говорит, я стала отекать, я стала отёчная. То сейчас, с учётом прогрессивного толстения человечества, гормонозаместительная терапия наоборот способствует тому, что человек не набирает вес. Кстати говоря, в период менопаузы женщины, которые не применяют никакой гормонозаместительной терапии, действительно очень часто управляются. Это с чем связано? Ну, тут всё немножко грустно, потому что об этом не хочется думать, но природа заботится не только о том, чтобы мы пришли, но и о том, чтобы мы ушли. И поэтому вот это изменение состава тела, оно связано как раз с тем, что у человека уменьшается количество гормонов, и вот, допустим, анаболический эффект в отношении мышечной массы снижается, а в отношении жировой повышается. Жировая ткань растёт, а мышечная уменьшается. Человек становится слабее. Вот там и косточки слабее. Человек, допустим, упав, женщина падая с высоты собственного роста, ломается. Как такое может быть? А вот как раз… Знаменитые старческие, да, сломанная шейка бедра, это же вот именно в старости это происходит. Да, это в старости, потому что даже не может удержать своё тело. Любое спотыкание – и всё, и упало. То есть, мы поправляемся с возрастом, это включается тоже некая… Механизм. Механизм внутри нашего тела. Да. Печальный механизм, но включается. Но надо сопротивляться. Но мы можем этому сопротивляться. Вот мы сейчас с вами тогда переходим к очень важной части, мне кажется, нашего разговора про климакс. Это, что взросление, помимо того, что мы можем обратиться к доктору и попросить помощи, и этот совершенно точно может нам оказаться полезным и продлить наши дни и нашу молодость, и мы можем встретить наш уход просто, так сказать, будучи осознанным и активным человеком, как на острове Окинава. Но это ещё и личная ответственность. Обязательно, без этого никак. И вот тут вы обращаете внимание на два параметра – на сон и на питание. Давайте коснёмся сна. Почему это так важно и каким он должен быть с возрастом? Да. Я ценю сон, потому что сон – это с позиции эндокринолога, это вообще не только возможность отдохнуть. У нас во сне уменьшается действие кортизола, самого такого главного… Разрушителя. И созидателя. И созидатель тоже. Он двуликий. Он и даёт жизнь, он её и отнимает. Так. И он даёт возможность выйти на первый план мелатонину. Если вдруг вы вечером включили какую-нибудь интересную программу и начали её смотреть, до этого зевая, тут же всё стало интересно. И перестаёшь зевать, и сон улетучивается. И силы появились, да. Значит, вы заставили кортизол выйти снова на высокий уровень. И он вам, что называется, вернёт. Не выйдет этот мелатонин потом ещё долго. А если не появился мелатонин на хорошем уровне, то не появится и гормон роста. А гормон роста ночью все клеточки обновляет. Он, образно говоря, даёт возможность человеку не стариться так прогрессивно. Мало того, он ещё и открывает жировое депо. И ночью кормит нас за счёт этого жира, не давая ему копиться избыточно. Потому что сердце, мозг, лёгкие, все мышцы, всё работает. Но мы же не едим иногда 8-10 часов, смотря сколько спим. Вот на всё это тратится энергия жира. А если мы укладываемся спать поздно, подняв этот уровень кортизола, то мы, во-первых, всё время будем бороться с лишним весом, потому что он будет копиться, а гормон роста не сможет его так активно расходовать. А во-вторых, мы днём, чтобы бороться с этим, ну, как бы не выспавшись со сном, мы ещё будем есть и пить. Дополнительно. Да, это то, что нас будет бодрить. Это, кстати говоря, да, можно заметить, что когда есть серьёзный недосып, очень хочется поесть. Да. Давайте скажем тогда, как правильно спать. Особенно, если тебе ближе к 50. Тут прям совсем, вот прям сон надо беречь, это такой, это твоя такая волшебная палочка. Спать надо ложиться до 23 часов. В комнате должно быть темно, прохладно и тихо. Даже маячки на выключателях, да, чтобы их легко найти в темноте, даже они способны уменьшать синтез мелатонина, потому что через закрытые веки они воздействуют на наш организм. Поэтому блэкаут, любые другие варианты, если к вам в окошко светит вот такой большой фонарь, не будет у вас полноценного сна, даже прям если вы очень устали, темно, прохладно и тихо. В 23 часа, почему в 23 часа? Потому что примерно к 9 часам вечера у нас минимальный уровень этого самого кортизола. И с этого же времени начинает потихоньку вырабатываться мелатонин, который будет нас, так сказать, уговаривать идти спать. И заснув, вы должны спать всю ночь крепко, 7-8 часов. За это время у вас будет несколько фаз сна, быстрого, медленного сна. И вот в зависимости от того, правильно ли располагаются эти циклы, у вас вся информация уляжется, и вы не будете страдать забывчивостью. У вас все нужные гормоны выработаются, лишний жир потратится, определенные клетки обновятся, и вы проснетесь восстановившимся. Если человек говорит, что он утром просыпается разбитым, я спрашиваю, вы храпите ночью? Потому что если человек ночью храпит… Он сам себя будет? Он не получает полного восстановления, у него не будет правильных этих циклов, у него не будет правильного насыщения крови кислородом, мозг, что называется, не получает полно... и вообще весь организм не получает. Поэтому храп – это не проблема близких родственников только, да, к сожалению, это еще большие проблемы у человека. Потрясающе. То есть, по сути дела, мы так все думаем, что мы заботимся о здоровье, когда мы там что-нибудь предпринимаем и идем к врачу, но вот отлаживание сна – это тоже забота о молодости. Еще как. В буквальном смысле слова. Второе, что я понимаю, это мы уже сто раз обсудили про питание, что здесь оно просто ты должен контролировать максимально. Да, причем, чтобы у наших слушателей не сложилось впечатление, что это какая-то каторга, а не жизнь, ничего подобного. Когда ты наладил свое питание, привык, и самое главное, ты видишь результаты. Вот иногда ко мне на прием приходят мои ровесницы. Я не всегда им говорю, что мои ровесницы. Иногда это мотивирует, а иногда не говорю. Так вот, когда ты чувствуешь результат, то тебе очень просто это делать. Тебя и не тянет на бургер. Я на него смотрю как на кружку, как на мышку, но оно не вызывает, в смысле компьютерную, оно не вызывает у меня никакого слюнотечения, я не хочу эту еду, она для меня плохая. И все, у меня нет моральных мук. Давайте скажем, что самое опасное. Вот перед менопаузой, в менопаузу, какие продукты девочки выкидываем из своего рациона и продлеваем молодость? Да. Мучное? Вот очень бы хотелось, чтобы люди тут же не переставали есть хлеб. Хлеб – отличный продукт. Вы знаете, что он у нас даже в гинокоде? Нет. Финны провели исследование. А вообще действительно, мы же начали со злаков, наверное, выращивать, вообще первобытные люди-то начали. Как же нам его выкинуть? Да, никак. Так, финны провели как-то исследование, анализируя гинокод разных национальностей, и выяснили, что в гинокоде одних национальностей белый хлеб, в других – ржаной, серый, чёрный и так далее. То есть, самое главное – это количество. Вот почему все итальянцы не померли, постоянно употребляя пасту? Для меня это загадка. Вы знаете, просто я бы сказала, я возмущена. Едят пасту и вообще не так, чтобы там прямо на каждом шагу люди с ожирением пытались. Да, вот. Ешьте и вы, и на здоровье. Самое важное количество и то, с чем эта паста естся. Ну, у нас, если тарелку разделить на такую, как бы на границы такие провести, поделим тарелку пополам. Сделаем ещё половинку. Вот одна половинка – это 25% от тарелки – это белок. Вообще, самое важное на нашей тарелке – это белок. Это самый дорогой компонент и самый важный. Мясо. Белок, мясо, птица, рыба, творог. Что там ещё? Яйца. Яйца. Спасибо. Почему? Грики протеин назвали не зря протеином, он в переводе из греческого первостепенный по одной простой причине. Если вы съели кусок мяса, организм может из этого синтезировать белки, жиры и углеводы. То есть, всё. Но часть аминокислот в животном белке нет, поэтому обязательно с растениями. Вот это и называется сбалансированной. То есть, белок и овощи, растительная клетчатка – это то, что должно быть в тарелке всегда. Обязательно. И в завтрак, и в обед, и в ужин. Самое главное – не испортить эти прекрасные продукты жарением. Жарение – это то, что приводит к образованию самых злых веществ в нашем рационе. Они называются конечные продукты глюкирования. В переводе на русский – это то, что нас старит, приводит к ожирению и к различным тяжёлым заболеваниям. Если не жарить, варить, тушить без предварительного поджаривания. Если запекать, то в рукаве или в фольге. И на пару. Всё прекрасно будет. Ещё вопросики. Сладенькое исключаем полностью? Не надо. Полностью не надо. Вот смотрите, сладенькое – это же и фрукты, там простые углеводы. Хорошо, фрукты мы оставим за скобками. Это ладно. Это ещё какая-то польза. А можно я… А симптом отличницы. А можно я про фрукты скажу одну важную вещь? Они должны быть. И ВОЗ даже считает, что миллион смертей каждый год из-за недостатка фруктов. Но есть очень важный момент. Если есть фрукты в качестве десерта после завтрака и обеда, это совершенно прекрасная вещь. Если их есть вечером или как перекусы, то это к жирообразованию. Вот когда ко мне приходят люди с дефицитом массы тела, и очень редко сейчас такие бывают с дефицитом жировой ткани… Вы ему говорите, ешьте фрукты в перерывы. Да, и натощак, и даже вечером. Но запомните, что это лечебная сейчас тактика. Потом она должна уйти, когда мы накопим жировую ткань. И всё-таки тогда про сладенькое хочу коснуться вот чего. Сладенькое в виде пироженки, сладенькое в виде шоколадочки. Шоколадочка, шоколадочки розень. Если горький шоколад, и его действительно за щёчку 5 грамм, и не запивать его чаем горячим, который его тут же растворит, и ничего не останется, то вы наедитесь этим количеством. Горький шоколад можно и даже нужно. А пироженка всё-таки… А вот пироженка, там тебе и транжиры, и чего там только нет… И после 50 с этим сложнее. А зачем вы просто себе наберёте ненужных килограмм, и опять же, если вы попали, не знаю, на день рождения, или вам ребёнок испёк торт, да? Чего его обижать, этого ребёнка? Ну, съешьте ложечку. Съешьте, да, кусочек. Угостите всех близких по чуть-чуть и на работу отнесите по чуть-чуть. Когда всем по чуть-чуть, никакого вреда не будет в первой половине дня. А, вот, хорошо, запомнили. Так, теперь, что касается спорта. Да. Очень чувствительный для меня вопрос, я его ненавижу всю жизнь, но так я понимаю, что как раз вот, когда ты вступаешь в период близкий к менопаузе и в менопаузу, без него никуда. Никак. Только, наверное, не спорт, а физическая активность. Физическая активность. Надо начинать с простых, безопасных способов. Это ходьба, это плавание, если особенно человек к этому предрасположен, ему нравится. И вот йога, лечебная или лечебная физкультура. Меня как раз почему-то это заинтересовало. Я у вас вычитала, и это меня прямо потрясло, что почему так важна физическая нагрузка? Потому что в наших мышцах сгорает огромное количество всего негативного, что может потом обернуться болезнями. Да, да. Знаете, вот я всегда привожу какие-то простые примеры, чтобы было понятно. Когда человек нервничает, он что делает? Он начинает ходить из угла в угол. Вообще-то да. Это вот защитный механизм такой, потому что в работающих мышцах вот эти вот, образно говоря, гормоны стресса, они буквально горят. Если, как с Карли Тухарой, я подумаю об этом завтра, это самый плохой вариант. Потому что на пике гормонов человек очень хорошо думает, вот эта физическая активность ещё помогает избавиться от последствий, и самое главное, этот опыт способен записаться на наш жёсткий диск. У нас есть такая структура в головном мозге, где этот опыт записывается. Ну, и физическая активность просто ещё и как-то бодрит гормональный фон. Ещё как. Знаете, есть такой у людей разговор по поводу того, что секс для здоровья. Насколько сексуальная активность в периоде предменопаузы или постменопаузы влияет тоже на уровень гормонов? Знаете, тоже хочется ответить так немножечко иначе, но мне кажется, очень доступно. У нас часто есть анекдоты, когда женщина после какой-то хорошей такой ночи весь дом убрала, всё приготовила, дети досмотрены и все счастливы. Вот настолько важна эта сексуальная активность. Это, конечно, не краеугольный камень, и без этого никто не умрёт, но уж так устроен наш организм, что когда есть эта активность, то баланс гормонов, он намного более качественным. Качественный всё это связано с природой. Если есть сексуальная активность, значит, есть воспроизводство. А там, где есть воспроизводство, там человек как объект для природы важен и ценен. Могу ли я уточнить, что многие женщины, естественно, с возрастом говорят о том, что у них снижается эта потребность. Можно ли сказать, что да, хоть у тебя и снижается, а ты всё равно, мол, продолжай, супруг же есть, вот давайте. Не совсем, наверное, так правильно говорить, потому что эта потребность может быть снижена в связи с тем, что есть какой-то дискомфорт. А дискомфорт может быть связан с гормональными изменениями, и эта жизнь, вот эта часть жизни, она не приносит человеку радость, и поэтому она уходит на задний план. То есть такие взаимозависимые получаются в области. Может быть, надо пойти к врачу, поправить какое-то гормональное нарушение, связанное с предменопаузой, и тогда наладится сексуальная жизнь, которая сама по себе будет поддерживать гормональный фон. Конечно, и качество жизни совсем другое. Тут же ещё очень важная эмоциональная составляющая – это людей сближает или, наоборот, отдаляет. Поэтому я бы не отказывалась. И, наконец, то, что я хотела бы обсудить с самым последним, это то, о чём вы упомянули, что вот когда к вам приходила пациентка, которая там про что-то говорила, скажем, про гормоны, что нет-нет-нет, я этого боюсь, вы понимали, что бессмысленно настаивать и убеждать, потому что голова может сделать, может разрушить даже самый здоровый организм, вот так вы сказали. Это правда, есть такая взаимная зависимость, обращаясь я к вам уже не как к психологу, который довольно часто сидит на вашем месте, не как к человеку, который просто опытный и прожил свою жизнь, а как к эндокринологу. Мы своими мыслями можем настроить даже собственные гормональный фон. Да, у нас всё взаимосвязано. Чем больше мы тревожимся, тем больше гормонов стресса. Чем больше гормонов стресса, тем больше мы тревожимся. Это всегда порочный круг. Поэтому, знаете, часто есть такие находки, вот когда я тревожусь, если я, допустим, еду в машине и не могу справиться с тревогой, я ставлю какую-то любимую свою песню, начинаю петь. Движения вот этих вот мышц повышают уровень окситоцина, и я перестаю тревожиться. Или, допустим, улыбаясь. Когда мы улыбаемся, у нас рефлекторно вырабатывается уровень серотонина. Я однажды спорила с одним немцем, он мне говорил, что русские все такие хмурые, такие злые, боишься подойти, а мы всегда улыбаемся. Я говорю, ну если русские тебе улыбнулись, ты можешь быть уверен, что это искренняя улыбка. А вы улыбаетесь и делаете какие-то ужасные вещи. То есть такая улыбка плохая. Он говорит, а мы улыбаемся не для вас, мы улыбаемся для себя. Я тогда поняла, что да, действительно, они улыбаются для своего здоровья, они себе не вредят. Когда мы сдвигаем брови на все движения, у нас соответствующая реакция организма, не только эмоциональная, но и функциональная такая вот. Поэтому улыбаясь, делая акценты на чем-то красивом, мы таким образом помогаем нашему гормональному фону становиться лучше, в позитивную сторону. Поэтому мы сами, я всегда подчеркиваю, ответственны за какие-то, ну за наше здоровье, прежде всего, и не только. Понятно, что когда у человека депрессия, он не увидит ничего и не услышит. Ему нужна помощь лекарственная и вообще такая медицинская. А пока мы, что называется, в здравом уме, нам нужно самим отслеживать то, что с нами происходит. Даже перед едой. Вот прежде чем, что называется, набрасываться на еду, да когда ты очень голоден, посмотрите на эту тарелку, на эту пищу, на каждое там пятнышко на яблоке. Вот эти вот вещи сделают этот прием пищи более здоровым, потому что успеют выработаться гормоны насыщения. А мы же все едим, глядя в телефон. Да, вот убирая надо телефон, я всегда говорю, осознанность, во всем осознанность, в питании, в движении, в настроении, в общении, очень помогает. Ну, в таком случае, завершая наш с вами разговор, можно понять, что если ты понимаешь, что климакс – это не трагедия, что через это, как через старость, проходит, ну, каждая женщина и каждый мужчина по-своему. И у тебя есть возможность как бы получить какую-то медицинскую поддержку. Этой медицинской поддержкой есть альтернативные варианты. Есть гормонозамстительные, а есть фитотерапия. Если ты осознанно правильно спишь, правильно питаешься и занимаешься физической нагрузкой, то в целом… Ничего страшного. А еще и улыбаешься. Просто не боишься этого, улыбаешься и таким образом сонастраиваешь свою гормональную систему с тем, что возраст, вообще-то это, ну, сегодня точно не страшно. Это здорово, это опыт. Ведь каждый период – это опыт. Вот как можно понять, что чувствовали наши мамы в 50 лет? А сейчас ты чувствуешь, знаешь, и знаешь, как себя вести в этих ситуациях. И что сказать своей дочери или своему сыну, или, не знаю, своим подружкам помоложе. Это же замечательно, свой собственный опыт. Сухра, спасибо вам большое. Я надеюсь, кому-то после нашего с вами разговора станет полегче, и кто-то сможет воспользоваться всеми этими знаниями, которыми мы с ними с вами поделились. Да это Бог. Спасибо, что позвали. Спасибо вам. Впереди долгая зима. Но даже если снег и морозы не вызывают у вас, как и у меня, энтузиазма все-таки отдадим им должное. Ведь именно зимой особенно ценишь теплые слова, чувства и горячие напитки. Тем более, что теперь у нас появился собственный согревающий мерч. Он называется «Кофистория», потому что чашечка кофе от меня и моей команды – это еще и повод послушать занимательную историю в одноименной рубрике на нашем канале. Их у нас уже 18 штук. Накопилась целая библиотека, которую мы будем только пополнять. Так что выбирайте кофе по вкусу и устраивайтесь поудобнее под теплым пледом. Наш капсульный кофе выпускается в трех видах. Номер 4 – это кофе средней обжарки, который идеально подходит для латте и капучино. Номер 8 – темной обжарки, подходит для тех, кто любит крепкие эспрессо и американо. И под номером 0 – для тех, кто предпочитает кофе без кофеина. Кстати, наши капсулы идеально подходят для кофемашин эспрессо, а купить его можно на маркетплейсах Озон, Валбрис и Яндекс.Маркет. Переходите по ссылке в описании и насладитесь ароматом и теплом каждой чашечки.